СНТК «Майна» основана в 1993 году. Изначально председателем являлась здесь Михайлова Зоя Ивановна. В дальнейшем, в 1998 году, переизбран был Кудрявцев Павел. В 2018 году Кастанян Данил был также избран председателем. Но переоформить на себе Кастанян Данил не успел в полномочии, в связи с тем, что в это же время появился некий Макаров Олег Анатольевич, который в 2019 году, сфальсифицировав протокол собрания, избрал по факту сам себя председателем. После этого началось исключение членов из СНТ «Комбайн» незаконной, которая производилась тоже фальсифицированными собраниями их людей в количестве 3-4 человек. И начали переоформляться участки, которые не были оформлены прежними членами СНТ. Их начали переоформлять собственность на себя их люди. В том числе, что участки в количестве около 10-5 точно оформлено на его супругу. Возможно, гражданскую, возможно, нет, Балкунову Евгению Владимировну. В том числе оформлены два участка, которых является собственностью, я как бы представителем ее, Морозовой Натальи Валерьевны. Это два участка, которые сейчас заняты их рабочими, вывезена оттуда земля. Также оформлены два участка, принадлежащие председателю. 32-й и 33-й участок, на одном из которого находится дача. Наверное, точнее сказать, дом даже. Два этажа, третий мансарда, все из кирпича, более 140 метров. В общей сложности ими, мошенническим путем, они завладели более 10 участками, которые уже проданы, оформлены на своих людей. В настоящее время написано заявлениями всеми членами СНТ в органы полиции. Участковным проведены следственные действия, опрошены все члены СНТ. Запрошены также, что дачи и участки в Росреестр запрошены документы, переоформленные на этих граждан. Макаров Олег Анатольевич, никакие документы на основании чего он избран председателем, предоставить в органы полиции не может. Заявление находится с мая месяца в органах полиции. В настоящий момент оно находится в прокуратуре на очередном рассмотрении. Прокуратура, почему-то наша Саратовская, точнее Волжского района, очень сильно затягивает этот процесс, несмотря на все доказательства, находящиеся в материалах дела. Несмотря на то, что участковым произведены полностью все действия, которые подтверждаются и которые требовала от него прокуратура. Тем самым у нас Макаров Олег Анатольевич с своей семьей Балкуновым, со своим пасынком Балкуновым, который, в общем-то, посылает всех матом, очень грубой форме здесь, вырезает поливные трубы. Несмотря на то, что ими они не клались, и они по факту здесь нет никто, и звать никак, что они не являются председателем, и люди против всех. Тем самым они этим же в этом году, 21-го года, в мае месяце, опять же своим каким-то собранием, в котором никто не оповещался, члены СНТ, они исключили оставшихся всех вот этих людей, членов СНТ и садового общества. В дальнейшем они планируют перекрыть просто здесь въезд, и остальным членам СНТ, у которых даже была в собственности земля и строение, просто выживает их отсюда. Опять же, органы полиции у нас, прокуратура опять бездействует повторно. Также у нас здесь начали появляться автомобили, регулярно принадлежащие, ну, в общем-то, людям при погонах, которые у нас являются замначальниками МЧС, и которые, в общем-то, говорят, что они тоже откуда-то у нас стали являться членами СНТ. Правда, не уточнили об этом. Царь! А почему нет? Ну, это вообще общий мест. Вы кто? Я житель СНТ. Ну, замечательно. Что вам от меня надо? От меня что? А что вы меня снимаете? Я же говорю, я дорогу снимала, это общественное место. Вы что-то перепутали. А вот сейчас, да, я вас снимаю, потому что вы меня снимаете. Это чужая машина. Что вы болен? Чужая машина. В смысле чужая? Это моя машина? Имеется в виду... Не, это вообще общественная дорога. Я вам деревья снимала. Вы проехали, остановились. Что-то хотите. Не знаете, что? И как бы это не единичный случай, когда здесь появляются очень дорогие машины. Приходит на ум такая вещь, что, скорее всего, все-таки при поддержке кого-то, вышестоящих органов, в том числе органов, возможно, полиции, прокуратуры, они чувствуют себя так нагло и защищенность свою. А здесь не огорожено. Документы предоставьте. Ну, выйдите, предоставьте документы на собственность. Вы стоите на моей земле. Мы по закону можем ее убрать? Где? Я забора не вижу, она открытая. Общий доступ. Иди нахуй отсюда! Ой, давай. И что дальше? Покинь территорию. У меня что, заявление? Я могу написать? Да. Да. У меня заявление. Да. Можешь. Я Михаил Владимирович Николаевич. Я 31 год прослужил в вооруженных силах и пришел сюда, в данный кооператив, в 97-м году. Такое безобразие я не видел нигде, даже в армииных ситуациях и так далее. Хотя я участвую в боевых действиях. Я трижды, значит, я ветеран военной службы, ветеран боевых действий, ветеран труда. И чтобы нас, ветеранов, пенсионеров, опускали до уровня табуретки, не было никогда в жизни. А то, что творится здесь, это вообще беспредел полнейший. Ну, люди простые, обыкновенные. Защиты никакой нет, ни с какой стороны. Ни с левого, ни с права. Брошенные люди. Вот в чем дело. На пределу судьбы. Вот, пожалуйста. Да, вот это наши полевные трубы, наши полевные трубы, которые ложили порядка 25 лет назад за наши деньги. Бошин, Бошин, наверное. Полностью. Вот они завладели домик. Вот этот участок, они все вывезли землю отсюда. Вот этим домиком они тоже завладели. Здесь везде выступает собственница Волкунова Евгения Владимировна. Гражданская жена председателя Макарова Олега Анатольевича. Мы везли к себе, они к себе вывезли. Да, всю землю к себе вывезли. Вот они резали трубу. Вот они отрезали трубу. Видите, вот, я говорю, из-за этого вот прям вот. Он же является Болкунова Евгения Владимировна, жена председателя. Это вот ваш дом, вы его строили. Да. Вот, два участка, два участка, на одном из которых стоит все дача. Это беспредел. Собственником является, ну, членом СНТ, инвалид второй группы, ликвидация аварии на ЧАЭС. Жена его тоже инвалид второй группы, пенсионер. Вот, оформили собственность, исключили из членом СНТ собрание, которое они сами провели, сами по себе. Из трех человек. Из трех человек. И завладели данным имуществом. То есть вы туда даже попасть сейчас не можете? Можем. А как же мы не можем? У них ни ключей, ничего нет. Ну, оформлено на них. На Болкунову. Ну, вы уже не можете заходить туда. Почему? Ну, по факту, да, нас могут посадить за это. По факту, да, у нас есть ключи, у нас есть все. У них ничего нет, они это не строили, мы не продавали. Но собственником является Болкунова. Даже к нам не обращались. Исключили из членов СНТ. Самое первое было собрание. А членом СНТ стало Болкунова новым. Но они это как-то объяснили вообще? Нет, кому? Мы не видели. Мы не говорили, это не знали, ничего, понимаете? Все позже прошло. Вот даже в суд обращайся, еще не полгода надо. Мы-то не знали. Сын у меня посмотрел, в интернете говорит, ты знаешь, этот дом продается. И вот как продается, человек живой, ничего не знает. Мы еле нашли адрес. Мне самое интересное, может они говорить все, что угодно. Я вот сосед напротив здесь. Все на моих глазах. Все на моих глазах. Я же все видел и знаю прекрасно. Осенью приезжали, мы тут убирали, как раз деревья срезали, мусор все срезали, и никто даже не подошел. А собственником мы уже не были, как оказалось. Да, а мы не знали. И мы убирали это все здесь. Генеральная прокуратура Краснов, Следственный комитет Российской Федерации Бастрыкина, обращаемся к вам. Просим вас вернуть наше имущество, которым завладели мошенническим путем, группа лиц, и на которые местные власти не реагируют совершенно никак. Уголовное дело не возбуждается, несмотря на все основания. Просим провести поверку по данным доводам. И не опускайте данное дело на рассмотрение местных органов, в связи с тем, что они не бездействуют.